Здравствуйте, уважаемые коллеги, гости. Хочу вам предоставить презентацию на тему создания центра традиционной работы. В настоящее время существенная доля производства товаров народного потребления занимает традиционные технологии. Уже никого не удивляет применение традиционных технологий в сельском хозяйстве, медицине, экологии, легкой, тяжелой промышленности. Многие люди уже знают, насколько часто они сталкиваются с продукцией с применением традиционных технологий. Это и тропические фрукты, специи, чай, сушеная рыба, изделия медицинского назначения, лекарственные средства, карманы домашних животных, меды, гигиена и парфюмерия. На слайде у нас стала реализация более 100 центров традиционной обработки в мире, 80%. Это к нам установлено. По оценкам, в 2015 году центры традиционной обработки оказали услугу обручения на 1 миллиард долларов США. Для промышленно-коденционных технологий основным притерием их внедрения является экономическая эффективность, которая должна быть обеспечена по технологии, рекомендованной стандартным сомнам. Проникновение на зарубежные рынки облучения объединенной инвестиционной корпорации связано с отечественными технологиями. На установках в сравнении с радионоглинными источниками и с установителем электронов ГРО-815С. Последний будет работать с электронным тормозным излучением. Особое внимание заслуживает направление по обеззаряжению медицинских отходов с использованием радиационных технологий. Владимир Владимирович Путиным подписан указ о проведении в 2017 году в годе колонии. В этой связи АИД предлагает создание в отечественных мегаполисах данных установок по обеззаряжению медицинских отходов. Проект возможно реализовать с использованием производительных мощностей и русских марканцев и русских. Вся эта перечисленная продукция отлучается в промышленных масштабах на установках ускорителей электронов ГРО-10МР или на гамму установках с рабочей активностью порядка 1 мл. Что касается стерилизации медицинских изделий, с учетом политики Индон-дозамещения, За последнее время, например, на 20% выросло производство шприцов одноразового применения, годовой выпуск которых вышел на уровень 1 млрд штук. В этой связи применение радиационных технологий в данном сегменте будет воскрепленным. Характерные для мира в целом отдельно для России увеличение масштабов производства пищевой продукции, Удлинение логистического плеча, распространение группноформатной торговли, Дебуют значительного увеличения сроков хранения фруктов и овощей, Отвлажненной, замороженной и мясной продукцией. В мире наработана линейка способов получения указанных продуктов малыми в местных рейках, Дозами на гамма-установках. АИК предлагает готовое технологическое решение для заказчика под ключ. Оно базируется на современных требованиях гостя СОН. Советский Союз в 60-70-х годах был лидером по производству радиационных установок И опытного применения радиационных технологий. В качестве примера хотелось привести великолепный многолетний опыт практического применения электронного облучения В Мелевадре Одесского морского оборудования. Несколько отдаленным перспективам намечено восстановление позиций ориентированных технологий В отечественном производстве модификации свойств полимерных материалов. В 2015 году производство отечественной пищевой продукции выросло на 10%. В этом ожидается еще больший рост производства отечественных овощей и фруктов. В этой связи гамма-установки не должны оставаться в стороне. Приятие ДОС-корпорации «Росатом» были и остаются единственными отечественными представщиками радионаблюдных источников КОП-60. Примером работы УИП является ввод в эксплуатацию Центра радиационной стерилизации с ускорителем УЛ-1010С, производством неэфа и оборудованием неэфа в соответствии с требованиями стандартных источников в городе Уинкарина Московской области. В настоящее время совместное предприятие «Стерион» оказывает отечественных производителей медицинских изделий и услуги по облучению. Радиационная стерилизация, проводимая в Центре, конкурирует по экономической эффективности с газовой стерилизацией. Второй центр, городе Уинкаринске, Калужской области, находится на стадии завершения. Обладая всеми необходимыми компетенциями и техническими возможностями, Объединенная национальная корпорация совместно с партнерами МИДФА и МИИФА готова взять на себя разработку и реализацию проекта по сооружению Центра радиационной стерилизации «Подключик». Здесь вы можете ознакомиться с компетенциями наших партнеров. Спасибо за внимание. Спасибо.